Член территориальной избирательной комиссии номер 17 с правом решающего Голосова Н.П. Колосова пожаловалась нам, что ей не были представлены для ознакомления документы, в частности, там махта передачи бюллетеней и идет там перечень. Комиссия рассмотрела это все, признала действия избирательной комиссии номер 17 и председателя, в том числе, не отвечающими требованиям законодательства, поэтому жалоба Голосова удовлетворена. И территориальная избирательная комиссия номер 17, значит, мы ее обязали представить для ознакомления акта передачи бюллетеней для голосования на выборах и другая документация, избирательная документация, которая, уважаемый, полусловным членом с правом решающего Голосова, то есть вообще непонятно, что там происходит, да, потому что это коллега в полном смысле этого слова, поэтому какие тут могут быть еще варианты. Ну, соответственно, вручить копию и направить дальше. И проголосовано единогласно. Прошу отметить, что комиссия поддержала решение единогласно. Дальше. В обращении Горбановского, Ставинова и Смирнова в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило обращение уважаемым избирателям нарушения избирательного законодательства на той же самой комиссии, а именно номер 17. Поэтому, если так пойдет дальше, то потом будем смотреть, что там происходит отдельно. Действия выразились вне включения в состав участковых избирательных комиссий кандидату, предложенных для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии Российской объединенной демократической партии «Яблоко». Рассмотрев указанное обращение, Санкт-Петербургская комиссия рассмотрела всю представленную мотивировочную часть и сочла, что действия территориальной избирательной комиссии номер 17, которые выразились в том, что не были включены в состав участковых избирательных комиссий указанные товарищи, от предложенные для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» незаконны.